Дорогие друзья, братья и сестры, я тоже всех приветствую. Мир вам! Ну, может быть, вы обнаружили вот такое вот одно странное явление, как нам сегодня, ну, несложно говорить о Библии, а намного сложнее или труднее, да, друзья, вот, чтобы позволить Библии говорить. То есть вы чувствуете разницу? А ведь нам нужно сегодня услышать голос Библии среди огромного-огромного количества толкований. И вот так, чтобы не мы говорили о Библии или кто-то говорил о Библии, но вот чтобы Библия говорила к нам, друзья. Вы знаете, вот Библия – это слово Божье не потому, что о ней говорят люди, а потому что очень часто, друзья, и это возможно, с нами через Писание говорит Бог. Пусть Бог благословит нас с вами в таком нашем подходе к Священному Писанию. Я думаю, это одна из очень больших жизненных задач, но каждого христианина, друзья, относиться к Библии очень-очень серьезно. Вот так, чтобы было такое время, чтобы Бог говорил с нами через Библию. Вы знаете, вот мое желание вместе с вами сегодня проследить по иствам сразу нескольких глав книги «Бытие». А именно, вот что Священное Писание говорит об одном из двенадцати сыновей патриарха Иакова. Ну вот я прочитаю только один первый стих 38 главы книги «Бытие», а затем я немножко перескажу содержание начала этой главы. Вот мы с вами пойдем аж до 43 главы. Хорошо? Итак, книга «Бытие», 38 глава, первый стих. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного одоломитянина, которому имя Хира». Но вы знаете, вот если читать книгу «Бытие по порядку», вы можете, я думаю, быстро сложить это, не раз читали эту книгу. Вот на данный момент повествования, там 37 глава, мы остаемся в неопределенности, ну, к примеру, относительно того, что теперь вот после 37 главы произойдет с Иосифом. Потому что вот 37 глава заканчивается Иосифом, который попадает в Египет, где его еще один раз продают, продают уже в дом Патифара. А вот так вот внезапно, как нам кажется, повествование обращается к одному из других, ну, я тоже скажу это, друзья, главных действующих лиц этой драмы. Это Иуда, четвертый сын Иакова, он родился у Лии. Итак, книга «Бытие» говорит о том, что Иуда уходит, он уходит из дома. Ну, мы даже и не знаем, почему он покинул дом. В тексте коротко сказано, отошел от братьев своих. Ну, какова бы ни была причина, а их, может быть, несколько, Иуда ушел, оставив семью Иакова, как думали в то время, друзья, уже без двух сыновей. Для семьи патриарха Иакова наступает распад. Иуда проявляет больше интерес к хананской культуре, чем к своей собственной культуре. Ну, к примеру, друзья, он не остается внимания к тщательному поиску жены еврейки, как делал это его отец и как делал это его дед. Исаак и Иаков, вот как написано, друзья, он просто увидел и взял канонейскую женщину. У них рождается три сына, жизнь двух из которых забирает Господь. Ну, знаете, вот смысл следующий. Не только вот Иаков, ну, он теряет свою семью, она распадается, но вот в большей степени распадается уже семья и самого Иуды. Однако дальше вот в повествовании появляется еще один замечательный, я думаю, герой. Это невестка Иуды, ее зовут Фомарь. Фомарь была женою старшего сына Иуды. Затем после смерти мужа она становится женою второго сына Иуды, который также умирает. И вот по обычаю этого времени Фомарь должна была теперь стать женой и третьего сына Иуды. И теперь вот в такой полусерьезной попытке что-то предпринять Иуда дает обещание своей невестке. Это 11 стих 38 главы. «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела». То есть он просто говорит, и возвращайся в дом своих родителей, не выходи замуж, пока не подрастет мой третий сын. Что и делает Фомарь. Однако, друзья, когда пришло вот обещанное время брака, Иуда не сдержал своего обещания. Он не только, знаете, отказался от своего обещания, но также отказывается от другой ценности, очень-очень важной для Израиля – заботы об овдовевшей невестке. Овдовевшение всего, друзья, Писание говорит о том, что жена самого Иуды умирает, он остается еще с одним сыном и, предположительно, гораздо более старшей невесткой Фомарь. И вы помните, друзья, эту историю, знаете, которую, когда читаешь, кажется, как будто ты не читаешь Библию, и Фомарь прибегает к отчаянной стратегии. Зная о греховных наклонствиях своего свекра, она переодевается в блудницу, встречается с Иудой, и в итоге она беременна. Ну, я думаю, этого достаточно, друзья, чтобы как-то освежить в памяти вот эту вот 38-ю главу. А вот почему, друзья, 38-я глава, вот мой вопрос, друзья. Ну, говоря в общем, вот даже из того, что я сказал, из того, что, может быть, вы вспомнили, Иуда, ну, давайте скажем, не очень хороший человек, грубый, обманщик, блудник. Ну, представьте, что вы такого знаете. Давайте к этому добавим, друзья, сын верующих родителей. Он вырос и воспитался в семье, где верят в Бога. Ну, вот возможно ли как-то посочувствовать Иуде? Дело в том, что параллельно вот в книге «Бытие» проходит история Иосифа. И вот, я думаю, читая историю Иосифа, ну, все повествование, друзья, мы проходим как будто бы вместе с ним. Были ли, как насчет Иуды, друзья, были ли какие-то более глубокие причины, ну, не настолько заметные, которые и стали результатом вот такой жизни? Вот снова, знаете, друзья, вот ценность как раз-таки в том, что Священное Писание, вот Библия, она как раз-таки написана в виде книг, знаете, друзья, в виде книг. Ну, вот давайте скажем патриарх Иуда в контексте книги «Бытие». И здесь мы с вами увидим немножко другого Иуда, если посмотреть на жизнь этого человека в контексте книги «Бытие». Одна из первых важных мыслей этой книги, книги «Бытие», друзья, что вот мы с вами живем в поврежденном и испорченном мире. И вот в таком мире нарушения, с которыми приходится, иногда встречаются нарушения, с которыми приходится справляться человеку всю жизнь. Я имею в виду физические нарушения, которые передаются генетически. Некоторые из них видимы, мы можем их заметить, другие невидимы, но как бы то ни было, вот нарушения, которые влияют на наше поведение на глубоком уровне. Почему я об этом говорю, друзья? Вспомните, пожалуйста, Лию, мать Иуды. У нее был видимый физический дефект, связанный с глазами. Помните, написано, что она была слаба глазами. Это означало, что она была малопривлекательной, в то время, как ее младшая сестра была потрясающе красива. Однако, вот если говорить о Лии, о матери Иуды, вот ее ситуация усложняется еще и тем, что по воле родителей и древнему обычаю Лия была принуждена выйти замуж за человека, который, как она точно и хорошо знала, любил ее сестру. И Лии пришлось жить в доме, где мужчина, за которого она была выдана замуж, не любил ее. Знаете, одна из ошибок в понимании истории Иуды может заключаться в том, что вот эта 38 глава, глава об Иуде рассматривается как ничего, не имеющего общего с историей семьи Иакова. Между прочим, друзья, жизнь Иуды – это существенная часть истории. Иуда действительно предстает грубым человеком, однако, вот знаете, вот если посмотреть на нее опять в контексте книги «Бытье», ну, в нем остаются какие-то признаки человечности. Напомню тот случай, когда вот братьям пришлось решать участь Иосифа. Это был именно Иуда, который, ну, предложил не убивать брата. Это был Иуда, который сказал, «Это плоть наша, это брат наш, давайте его просто продадим, продадим Мадинитяну». Я думаю, да, Иуду трудно понять, друзья, а разве можно понять Иуду? Разве можно понять, когда ты растешь и видишь, как твой отец не любит твою маму? Разве можно понять, когда Иосиф любим отцом, а твоя мама жаждет проявления нежности от мужа? Друзья, даже в двух таких предложениях это сложно, не так ли? Я подозреваю, да, что мы с вами соглашаемся с повествованием, потому что точно знаем, что так бывает. Так бывает, как было в семье у Якова, так бывает. Мы точно знаем, что так бывает даже в христианских семьях. Да, друзья, Библия говорит не только о том, что было, но Библия говорит о том, что происходит сейчас. Интересно, вот это замечательное повествование книги «Бытье». Бог проявляет интерес к ненависти, которую Лия испытывала в своем доме. У Лии начали рождаться дети. И вот что важно, имена ее детей зафиксировали травму ее опыта. У нее рождается первый мальчик, она называет его Рувим, или говорит «Бог видит». А рождается второй мальчик Симеон, она говорит «Бог слышит». Рождается третий мальчик, она называет его Левий. Это еще одна, знаете, травма. «Теперь-то прилепится ко мне муж мой». Это не происходит. Яков остается привязанным к Рахиль. Лия думает «Я родила ему трех мальчиков, он все еще не любит меня». То есть мы предполагаем и видим, друзья, как все это разрушительно для женщины, которая знает себя физически непривлекательно. И когда Лия беременна четвертым ребенком, вы знаете, в своем внутреннем смятении она говорит «А теперь я буду хвалить Господа». «А теперь я буду славить Господа». Она выходит за пределы своих обстоятельств, все держится за Бога и говорит «Я буду славить Господа». Это значение имени Иуда. «Хвала! Я буду славить Господа». Вы знаете, друзья, в этот же самый момент, в другом мире, в мире других измерений происходит нечто иное. Нелюбимая девушка в древнем мире, в крошечной деревушке, она не знала, что происходит. Но происходило вот что. Когда она выкрикивала имена этих мальчиков, отчаянно нуждающиеся в любви мужа, имена ее сыновей шли на ворота вечного города. Рувим, Симеон, Левий. Когда она произнесла имя четвертого сына Иуда, или «Я восхвалю Господа, друзья», она стала прародительницей Иисуса Христа, Мессии. Это великий Бог, друзья, и великое спасение. Интересно, что вечность будет хранить имена ее сыновей. И вознес меня в духе на великую высокую гору, показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходит с неба от Бога. Он имеет славу Божью, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Друзья, поэтому совсем неудивительно, что книга «Бытие» говорит об Иуде. Ведь имя его записано на воротах вечного города. На первый взгляд, несущественная история грубого, грешного человека. Друзья, но она вдруг приобретает вечный смысл. И когда мы смотрим вот в контексте Библии на жизнь этого человека, что Иуда уходит из дома отца, оставляет семью патриарха, друзья, это знаковое событие. То есть мы с вами узнаем о человеке, имя которого хранит вечный город. А на момент 38 главы ничто небесное Иуду не интересует. Я уже сказал о том, что его родители и прародители очень серьезно пытались сохранить вот эту вот линию семьи. А какое ему дело до семейной линии патриархов? Он просто берет себе женщину, хананьянку, и дальше следует трагедия за трагедией. То есть Иуда теряет двух сыновей, он теряет жену. Затем в текст Писания говорит вот о этой греховной встрече Иуды и Фамаре. Ну, позвольте мне напомнить некоторые детали этого повествования. Его невестка, она придевается в блудницу. Иуда обещает ей плату. Но вот пока услуги не будут оплачены, Фамарь требует залог. Она просит у него, она сказала, дай мне печать твою, перевесть твою, или ремень, на который носилась эта печать, и трость твою. Итак, печать, ремень и трость, которая в руке твоей. Проходит время, друзья. Он все это дает ей. Проходит время. Иуда вдруг обнаруживает, что вы, невестка, беременна. И он выносит такой строгий, очень жесткий приговор. Выведите ее, пусть она будет сожжена. А только теперь внезапно открываются, вскрываются доказательства. Именно та самая печать, ремень и трость. И вот теперь Иуда всенародно вынужден признать, что он отец. И тогда он говорит, книга Бытия, 38 глава, 26 стих. Иуда узнал и сказал, она правее. Прочитайте, друзья, по-английски, пожалуйста, это слово. Она праведнее меня. Она правее или она праведнее меня? Ну, представьте себе, друзья, Иуда вдруг начинает говорить о праведности. Вдруг Иуда начинает говорить о праведности. И Бог начинает пробуждать совесть из сердца этого человека. Сердце этого человека начинает биться, потому что до этого момента оно было заморожено. Все начинает работать, и появляются проблески, проблески чего-то, что однажды превратит этого человека в князя Иуду. Кстати, вы заметили, друзья, что Фомарь обманула Иуду своей одеждой. А знаете, в этой семье это случается часто. В семье Иакова это случается часто. Иаков обманул Исака, переодевшись в Исава. Братья обманули Иакова одеждой Иосифа. Фомарь обманывает Иуду своей одеждой. Иосиф попадает в тюрьму, когда его одежда останется в руках коварной женщины. А Мривека и Иаков, друзья, они даже представить себе не могли, что их обман будет иметь столько последствий. Знаете, когда вот сыновья Иакова принесли плащ Иосифа своему отцу, послушайте, что они сказали ему. Это 37 глава, 32 стих. Доставили отцу одежду и сказали, мы это нашли, а теперь посмотри, или узнай, сына ли это твою одежду. Почему я привожу этот библейский текст, друзья? Потому что, в принципе, Фомарь использует точно такие слова, когда говорит Иуде. Вот когда-то Иуда произнес эти слова своему отцу, отец, посмотри на одежду, узнай. Представляете, как все возвращается к нему? И теперь Фомарь показывает эти вещи, говорит ему те же самые слова. 38 глава, 25 стих. «Я беременна от того, чьи эти вещи, и сказала, узнавай, чья это печать, перевязь и трость». Знаете, этот вопрос о буликах, он является центральным в этой истории. Обман по одежде происходит через все, то есть это случится снова. То есть это такова вот печальная история. Фомарь рождает близнецов, первый из которых зовут Форес, который становится предком царя Давида, а значит и предком Мессии Иисуса Христа Господа нашего. Друзья, какая-то удивительная история. А вы знаете, вот в конце своей жизни Яков благословляет своих детей, и, конечно, Иуда получает особое благословение. Позвольте мне прочитать его благословение. А Яков говорит об Иуде следующее. «Не отойдет скипетр от Иуды». Не отойдет скипетр от Иуды. То есть кажется, что это благословение направлено в будущее, как будто бы Яков предсказывает вот эту линию царственную от Иуда. Однако мы можем посмотреть и в прошлое. То есть почему вот так говорит его отец, что не отойдет скипетр от Иуды? Друзья, да дело в том, что он почти потерял этот скипетр. В буквальном смысле это на то время была просто трость. Друзья, Иуда отдал скипетр, почти потерял этот скипетр, едва не потерял свой скипетр, друзья, отдав залог женщине, которую он считал, ну простите, проституткой. Можете представить, это родословная мессия. И в этом смысле вся родословная мессия, она была поставлена под угрозу из-за поведения Иуды. Да, друзья, все держалось на волоске, на очень тонком и запутанном волоске. Могли бы представить, вы могли бы поверить в эту историю, друзья, что через такие отношения придет мессия. Это в это трудно поверить в голове, простите, в это трудно уложить в голове. Но мы должны разобраться в этом, потому что это реальность. То есть это были реальные люди, которые несли вот этот вот великий, возложенный человек Богом дар, нравственной ответственности, вот моральной ответственности. Друзья, вот в книге «Бытье» мы снова возвращаемся к Иуде немножко позже, это 43-я глава. И снова именно этому человеку Писание уделяет достаточно много внимания. Дело касается одного из последующих сюжетов, ну, когда братья Иосифа, они уже приходят в Египет за хлебом, и к тому времени Иосиф достиг одной из самых высоких позиций власти, когда-либо дарованы верующему человеку. Второй после фараона в мировой империи, замечательный знаток экономической стратегии, человек, который спас империю от голода. Только вот теперь давление этого голода привело к тому, что окружающие народы обеднели в плане продовольствия, начинают приходить в Египет за припасами. Конечно, в Египет попадают и братья Иосифа. Вот так вот, может быть, они стояли в очереди, друзья. Иосиф узнает своих братьев, они не узнают его. И вот, наверное, как-то очень быстро Иосиф начал предполагать, им нужно было сейчас прямо решить, а что же ему теперь делать. Но представьте, что вы стоите вот здесь рядом, да, и наблюдаете за происходящим. А теперь подумайте об Иосифе, друзья. В его руках сила жизни и смерти. Вот эти люди когда-то предали его. Они продали его. Они стали причиной одиночества, рабства и ложного обвинения. Но вот что теперь он собирается сделать? Трудно представить, как Иосифу удалось так быстро додуматься вот до такой вот идеи проверки братьев. Но вот как мы с вами увидим, наверное, как мы с вами знаем, вот эта вот идея, она по своей мере была очень-очень гениальна. Удивительная часть характера Иосифа, друзья, она заключается в том, что вот он обладал, вот обладая такой властью, он использовал эту власть, чтобы принести в семью примирение. Я думаю, замечательная-замечательная идея, друзья, замечательная-замечательная истина библейская. Мы можем себе видеть человека, в руках которого сосредоточено огромное количество власти. Друзья, если бы сегодня вам в руки дали эту власть, власть Иосифа, что бы вы сделали? А вы знаете, что сделал Иосиф, друзья? Он использовал эту власть, чтобы в его семью пришел мир. Он использовал эту власть, чтобы помириться с братьями. Он использовал эту власть для того, чтобы сделать все возможное, чтобы его братья пришли к покаянию. Я думаю, замечательная библейская истина. Итак, Иосиф обвиняет своих братьев в шпионаже. Но сегодня это очень-очень веское обвинение. А в то время, я думаю, было немножко хуже. И дальше он говорит, что вы будете испытаны. Между прочим, когда они приходят к нему, он начинает их спрашивать. И вот они отвечают ему и говорят, Иосиф, ну не знают, что это Иосиф, они обращаются к нему и говорят, мы люди честные. Да, представьте себе, как это Иосиф слышит. Мы люди честные. И затем, вы знаете, вот 42 глава, 15 стих, он говорит, клянусь жизнью фараона, вы отсюда не выйдете, если не приведете сюда, придет меньший брат ваш. То есть вы будете испытаны. Вот смысл истории. То есть Иосиф пытается испытать своих братьев. А теперь большой-большой вопрос, друзья, ну почему? Конечно, я думаю, можно много говорить об этом, но я очень коротко скажу, почему Иосиф мог испытывать своих братьев. А знаете, потому что Иосиф вот к этому времени уже был достаточно проницательным человеком. То есть он очень хорошо понимал еще одну важную библейскую истину, что не может быть настоящего примирения, пока вот эти вот люди не будут приведены к истинному покаянию. Без покаяния не может быть прощения. Иосиф это очень-очень хорошо понимал. Давайте задумаемся об этом на мгновение. А ведь именно прощение лежит в самом сердце Евангелия. И именно основные понятия Евангелия предельно ясны, друзья. То есть Господь очень ясно говорит в Библии, что покаяние и прощение всегда идут вместе. То есть не может быть прощения грехов без покаяния. Знаете, друзья, Иосиф это очень-очень хорошо понимал. То есть если не покаетесь, все погибнете. И вот в этом смысле Иосиф затевает эту вот проверку. И так Иосиф заключает под стражу своих братьев на три дня. Для того, чтобы они все вместе получили небольшой вкус давления, который он пережил когда-то в тюрьме. А на третий день Иосиф приходит и говорит, я боюсь Бога. И вот теперь, если вы люди честные, сделайте следующее. Один из вас останется здесь, а вы уходите и приведите своего брата. И вот здесь, вот под этим давлением в тюрьме, друзья, они начинают думать и говорят друг другу. Послушайте, что они говорят. Это 42 глава, 21 стих. Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Интересно, они говорят между собой, друзья, помните, Иосиф-то понимает, но они не знают, что он понимает. И вот Иосиф получает теперь картину того, что произошло. А теперь Иосиф знает, что, оказывается, Рувим пытался его сохранить. И теперь Иосиф точно знает, что вот совесть братьев работает. А совесть братьев работает и со всей властью в своих руках, друзья. Знаете, что говорит библейский текст? Библейский текст говорит о том, что Иосиф отходит и начинает плакать. Я думаю, сегодня это невозможно представить. Человека, который обладает такой властью, настолько чувствительный. Настолько чувствительный человек. Однако, я думаю, он очень хотел обнять своих братьев, сказать, что все нормально, да хватит уже, друзья. Однако он понимает, что он еще должен ждать. А почему? Потому что Иосиф знал, что вот подлинное прощение и примирение не может произойти без покаяния. Он отсылает их прочь. Они останавливаются на ночлег, замечают серебро в своих мешках, в трепете возвращаются к своему отцу, рассказывают ему, что вот тот человек потребовал привезти Вениамина. Иаков, помните, не разрешает, говорит, сын мой с вами не пойдет никуда. То все остается на своих местах, пока голод снова не усиливается. И именно снова здесь появляется Иуда, который приходит к своему отцу и просит «Отпусти отрока со мною». Даже Иуда говорит следующие слова «Я отвечаю за него». «Отпусти отрока со мною, я отвечаю за него». Вы знаете, друзья, вот что-то действительно двигается в сердце этого человека, не так ли? Ну, мы бы сказали, Бог начинает работать. И вот теперь главный-главный вопрос «А как же Иуда будет относиться к Вениамину?» «Отец, отпусти его со мною. Если я его не приведу, виновен буду перед тобой остаток своей жизни. То есть вина будет на моих плечах, не смирюсь с этим ни на минуту». Иуда делает очень-очень большой шаг вот к покаянию. Итак, братья добираются до Египта, Иосиф говорит своему слуге, что вот эти вот люди, они будут сегодня обедать со мною, что снова сильно пугает братьев Иосифа. И вот они входят в дом Иосифа, они кланяются ему перед ним до земли во второй раз. Иосиф спрашивает об отце и вдруг замечает Вениамина, которого не видел много лет. «Это ваш младший брат? Да будет милостив к тебе Господь!» Этого было достаточно, чтобы он не смог справиться с собою. То есть и вот он выходит готовый плакать. Друзья, ну зачем нам эти детали? То есть почему Библия говорит о том, что Иосиф хотел плакать уже дважды. Друзья, это не человек, который жаждет мести. Чтобы мы сами очень хорошо поняли, Иосиф не человек, который жаждет мести и придумал этот коварный, коварный план. Друзья, это человек, который контролирует себя. Он очень рвется обнять своих братьев, ну и прекратить все это в конце концов, потому что он знает, друзья, он еще не знает, простите, покаялись ли они, раскаялись ли они. Итак, время возвращаться. Иосиф кладет свою чашу в мешок Вениамина, посылает управляющего, который догоняет братьев на станции отдыха и говорит, посмотрите, кто-то из вас украл чашу моего господина. И, конечно, они потрясены и напуганы. И вот этот вот приговор, который выносят они сами, у кого найдется чаша, тот будет рабом. Да, слуга подтверждает, у кого найдется чаша, тот будет мне рабом. Кубок оказывается в мешке Вениамина и он говорит, вы свободны. Друзья, вы свободны. А теперь братья оказались в той же самой ситуации, в которой они были несколько лет назад с Иосифом. А только теперь с Вениамином оставят ли они Вениамина? Оставят ли они Вениамина, как когда-то бросили Иосифа? Изменилось что-нибудь теперь? Что значит для них Вениамин? Друзья, вот теперь братья делают еще один большой-большой шаг к покаянию. Они говорят, мы вернемся в Египет. Мы вернемся в Египет. Ну, опять мы бы сказали, Бог действует, друзья, то есть они не оставляют Вениамина. И вот Иосиф наблюдает, как они молча входят в дверь. Только теперь, братья и сестры, они не просто вежливо кланяются, как в первый раз. Они бросаются над землю перед великим визирем Египта. Библия говорит, 44-я глава, 14-й стих, что они пали пред ним на колени. Они слышат грозный голос. Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, узнает? Если вы помните, друзья, вот конец 44-й главы, это снова длинная речь именно Иуды. То есть снова Священное Писание говорит об Иуде. Он говорит за всех братьев, отвечает за всех братьев. Он поднимается, и вот 16-й стих, это его слова. Что нам сказать Господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? А вот послушайте его слова. Бог нашел неправду рабов твоих. Но, друзья, это уже настоящий рассвет в сердце Иуды. Потому что он понял, это не Иосиф вскрыл их неправду. Он понял, что это Господь, а нашел нашу неправду. Не только Иосиф раскрывает их вину. Бог нашел беззаконие наше. И теперь он говорит, мы будем рабы Господину твоему. То есть мы твои рабы. На что Иосиф опять очень проницательно отмечает. Нет, нет. Посмотрите, пожалуйста, в 17-й стих. Нет, я этого никогда не сделаю. А в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. А вы пойдите с миром к Отцу вашему. Друзья, еще одна возможность. Уходите, оставляйте Вениамин. Еще одна возможность оставить Вениамина. А теперь у них есть еще один шанс освободиться. Иуда продолжает. Но теперь этот довольно длинный отрывок я очень хочу прочитать, друзья. 44-я глава с 18-го стиха. И подошел Иуда к Иосифу и сказал, Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши Господина моего. И не прогневайся, нарабатывай, ибо ты тот же, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова Господина моего. И сказал отец наш, пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан. Я не видал его до ныне. Если и этого возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой, у которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои, седину, раба твоего, отца нашего, с печали во гроб. Притом, я раб твой, взялся отвечать за отрока, отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то стану себя виновным предотцом моим во все дни жизни. Отпусти Вениамина домой. Я не могу вынести того, что будет своим отцом, если Вениамин не вернется домой. Друзья, вы замечаете, в какой момент меняется история? Меняется история тогда, когда Иуда начинает понимать любовь отца к сыну. История меняется тогда, когда Иуда начинает понимать любовь отца к сыну. Вы понимаете, как все это перекликается с Евангелием? Когда Христос так много раз говорил людям о том, что как сильно любит его отец. А теперь прошу вас послушайте самые важные слова, которые произносит Иуда. Последние два стиха 44 главы. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Друзья, вы услышали, что сказал Иуда? Иуда сказал, возьми меня. Великолепно, не так ли? Иуда сказал, возьми меня. Это говорит Иуда, друзья. Могли бы вы подумать, что Иуда 38 главы станет Иудой 44 главы. Однако, друзья, мы должны думать не только об этом. Дело в том, что именно в этот момент снова вечность пересекается со временем. Вечность пересекается со временем. Иуда становится львом. Распростертый на полу, он говорит, возьми меня вместо него. И небеса начинают петь, потому что в тот момент Иуда открыл тайну мироздания. То, что в большем масштабе будет тем, вокруг чего вращается неочность. Один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Я взглянул и вот посреди престола четырех животных посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суют семь духов божьих, послых на всю землю. Распростертый на полу, Иуда говорит, возьми меня вместо него. Ну, дальше Иосиф открывается, друзья, и мы снова с вами читаем священное писание, эти замечательные пророчества, которые говорят возряд на того, кого пронзили и будут рыдать о нем. То есть это уже произошло, друзья, в тот момент, когда Иосиф открылся своим братьям. Они увидели того, кого когда-то они предали. Откровение для Израиля, что тот, кого они отвергли, является правителем этого мира. Ну, в чем смысл, друзья, этой истории? А смысл следующий. Первое, это очень-очень блеклая картина того, что Христос сделал для меня. Я думаю, для вас тоже. Возьми меня вместо него. Но вот очень важный, интересный вопрос, друзья. Подумайте, пожалуйста, что потребовалось для покаяния Иуды? Что должно было произойти, чтобы Иуда покаялся? Для того, чтобы покаялся Иуда, Иосиф должен был быть продан в рабство. Ложно обвинен, заключен в тюрьму. Иосиф должен был подняться к власти. Друзья, в каком-то смысле, а потребовались силы природы, чтобы Иуда покаялся, чтобы, знаете, начался вот этот голод, который привел бы их в Египет. То есть, потребовались и силы природы, чтобы как-то сдвинуть основу этих людей, чтобы вот этих вот людей привести к покаянию. Однако, друзья, ведь важно подумать не только о них, подумайте о нас с вами. Скажите, пожалуйста, что нужно было, чтобы вы пришли к покаянию. Что нужно было, чтобы я пришел к покаянию. А Божий Сын должен был стать человеком и умереть на кресте. Следующее, друзья, вы знаете, вот работа Бога в нашей жизни, я снова говорю, что это замечательные библейские истории, и они очень хорошо звучат как истории, вот как книги. Однако, друзья, вам не кажется, что довольно легкомысленно, может, в молитве мы произносим это и говорим Господу, чтобы Он работал в нашем сердце. Вот, имея в виду эти истории, давайте хотя бы будем как-то с благоговением говорить об этом. Как-то с благовением будем молиться о других людях, говоря, работай в его сердце. Друзья, потому что работа Господа это очень сложно. Друзья, если вы думаете, что все просто, тогда Бог не должен быть великим. Если вы думаете, что все просто, Его спасение не должно быть великим. Пусть Бог благословит нас с вами с этими мыслями, помолиться нашему Господу. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok